Всем привет! Сразу говорю, я голосовал за бизнес. Меня зовут Вова Зимин, я работаю в компании ее дизайн-группу. В общем, поехали. Я женат, и раз в 5-6 в год передо мной стоит проблема. Что подарить в день рождения? 8 марта на Новый год или еще на что-то. Я думаю, я не один такой. И самое простое, это подойти к жене и сказать, ну типа, что тебе подарить? В общем, вопрос предельно простой, прозрачный, бессмысленный. Интерпретировать его никак нельзя по-другому, надо просто на него ответить. И он вполне себе такой логичный, бессмысленный. Понять его по-другому просто никак нельзя, как в принципе любой хороший интерфейс. Но не тут-то было. Не раз за 6 лет я, в общем, не дождался ответа на свой вопрос. Мне сказали, думай сам, дарив, что хочешь и прочее. В общем, пользователи интерфейсов делают, собственно, то же самое. Мы, блин, стараемся для них, делаем как лучше. Они, в общем, плюют на это все и не делают так, как надо нам. Сейчас я дам несколько советов. В англоязычных странах они называются паттерны. Я буду называть это вредные паттерны. И, в общем, я расскажу, как сделать так, чтобы пользователи делали на сайте в системе то, что нужно вам. Собственно, что делать? Обманывайте их. Гравьте, убивайте. Первое, мешайте пользователю. То есть, если у вас есть какой-то контент в открытом доступе, которому пользователи хотят получить, ну, которому они хотят перейти, просто не давайте им это сделать. На этой странице оставьте кнопки «Присоединиться», «Войти» и больше ничего, чтобы пользователи для вас регистрировались. Вот, например, как делает буддист. Две кнопки «Присоединиться», «Войти там еще где-то в подвале», «Присоединиться», «Ссылка на положение». Как только нажимаем на «Присоединиться», сразу появляется меню. Делайте, что хотите. Но пользователи, скорее всего, не увидят. Прячьте спички от детей. То есть, вот нашумевший пример от Apple, который стал головной болью всех паранойтов, и которым нужно было выключить сбор информации для рекламных компаний Apple. Которые они завершили вообще в какую-то перть. И, в общем, люди на это очень долго ругались. А, не общайтесь с пользователями, вообще им ничего не говорите. Вот Unisender. Ребята всех подписывают на все. Когда ты нажимаешь на кнопку на ссылку в письме «Отписаться», появляется такая штука. Вроде бы ничего сложного. Нажимаем на кнопку «Отписаться» и получаем такую обратную связь. Поменялось вообще мало чего. Пока мы поднимали глаза от кнопки «Отписаться», мы не успели заметить, что там произошло. Смотрим вообще без работы. Снова нажимаем на кнопку, и тут мы получаем вообще обратную связь, которую никто не читает. Она яркая, красивая, но ее не читает никто. Спасибо за подписку, всем плевать. И вы снова подписаны на компанию СТС и прочие штуки. Играйте с словами. Выбирайте формулировки, которые вообще пользователи никогда в жизни не поймут. В стиле магистра йоды. Пудрите им мозг, в общем, как вам за благорассудится. Будьте настойчивы. Предлагайте всем подписаться на вас в твиттере, заполвить в фейсбуке. В одноклассниках там, не знаю. Пожертвовать вам денег. И какой-нибудь лох когда-нибудь на это купится. Угрожайте пользователям. То фейс делает чудесную штуку в ВКонтактике. Они предлагают вам премиум аккаунт. Как они это предлагают? Они говорят, купи премиум, мы не удалим твои сообщения. Там их, на примере, 55. Ну, на самом деле, сообщения не удаляются, если нажать там, отмену. Удалить сообщения. Это все вранье. Действуйте за спиной у пользователя. То есть пользователь там вместо чми дает этому приложению доступ к списку контактов. Классно. А потом он начинает втихаря вместо пользователя слать всем друзьям сообщения. Причем плевает. На списки всякие. Друзьям, врагам. Каким-то экспорт службам. В общем, всем шлеп. Типу, присоединяйся ко мне в месседжмент. И как бы пользователь это бесит. Играйте на слабостях. В общем, используйте там алчность, азарт, чтобы вы могли деньги у пользователя. Как это делают вот ребята, которые занимаются игровыми автоматами. У них очень большой опыт, очень классный интерфейс. Всем советую. Вас за это полюбят. Вас будут любить, уважать и вообще. Будут идти за вами на край света. Вернемся к примеру с женой. Пять лет назад сработала такая штука. Подхожу и говорю, значит, я тебе приду подарок. Типа, только угадай, что это. Ну и первые три ответа было два-три, что она реально хотела. Потом я пошел в магазин и что-то из этого купил. Больше это не работало. Но подарок был классный. Все. Пять минут у меня было. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok